Малую родину Рекомендовано до минимума свести количество контактов, посещение места массового скопления людей. Социальному работнику Ирине Сергеевне посещение многолюдных мест избегать не удается. Она опекает 15 одиноких пенсионеров и вынуждена ездить по различным учреждениям. Нужны талоны, нужны справки с пенсионного фонда, в больницу. Кто-то хочет своими пообщаться, родными, по скайпу, далеко же проживает. Чтобы исправить ситуацию, Ирина Сергеевна отдает голос за родную деревню на портале Госуслуг. Голосование здесь проходит до 15 ноября. Позже на сайте появится список из двух тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в первую очередь. Из них 47 южноуральских объектов. Для тех, кто не имеет подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг или доступа в интернет, доступен традиционный бумажный вариант голосования. Можно написать письмо в свободной форме, где указать название, округ и регион населенного пункта, в котором должен появиться интернет. Обязательно указать в письме фамилию, имя, отчество и адрес прописки. Это необходимо для учета голоса. На протяжении трех предыдущих лет было подключено 268 объектов. Проект назывался «Устранение цифрового неравенства». Сейчас он переходит во вторую стадию. Собственно, там будут подключаться все населенные пункты с количеством жителей от 100 до 500. По нашим данным, данным переписи таких пунктов у нас населенных пунктов 595. К 2030 году высокоскоростным интернетом планируют обеспечить все населенные пункты России с численностью населения от 100 человек. Наталья Шмухметова, Виктор Щелков, Урал-1.